Привет всем, дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Ниром. Сейчас у нас будет видео про оперативную память, а именно я для вас оставил такой небольшой топ оперативной памяти. Мы поговорим о том, какую оперативную память лучше купить к вашему процессору от AMD, ну, т.п. к Ryzen. В общем, ребятки, сейчас я разберу ряд таких вариантов, скажу, какую оперативную память можно покупать, какую нет, какую желательно, а какую лучше вообще не брать. В общем, начинаем видео. Ребят, давайте-ка начнем это видео с классического такого варианта. Он, кстати, очень такой уже редкий стал, то есть в магазинах его, в принципе, трудно найти, потому что эта память, как я понимаю, снята с производства, ее можно найти либо на Алиэкспресс, либо на Авитосоруг. Но раньше это был такой классный вариант, бюджетный, который неплохо гнался. Оперативная память называлась CB2KRK, BB2KRK. Это обалденные чипы, которые гонятся до частоты 3.600 и выше. Минимум они гнались 3.200, и это на платах от гигабайт. То есть, если у вас, скажем, с платы, которая плохо гонит оперативную память, у нее в этом плане есть какие-то определенные проблемы, да, она трудно гналась, там, 3.200, 3.33, но она гналась. И тогда, когда вот выходили вот первые вот эти райзены первой серии, это был лучший вариант по соотношению цена-качество. Потому что с другой памятью были определенные проблемы. Другая память вообще не работала, либо были ошибки, или темные экраны и так далее. В общем, было очень мало оперативной памяти. Поначалу, как вот эти райзены вышли, с которыми райзен дружил. То есть, вы могли купить оперативную память и получить фигу. Хуже всего тогда проявляла себя память Micron. То есть, с Micron вообще тогда такая срань была страшная. Вот эта память CB2 CRK, самсунговская, она гонится где-то до частоты 3466, 3.533 спокойно. Вторая, которая BB2 CRK, то есть, там уже чипы BD идут, покруче они, чем CB. Вот эта память гналась где-то до частоты 3600, 3733. То есть, если у вас материнская плата там более-менее нормальная была в плане разгона оперативной памяти, без каких-либо проблем вы могли спокойно погнать оперативную память до таких частот. Но опять же, в зависимости от того, насколько у вас руки растут из нужного места. Вот я сам на такой памяти сидел, сейчас перешел на G-Skill. У меня двухранговый G-Skill. Комплект две планки по 16. G-Skill 11, 3600, SL 14. То есть, на 14-х таймингах двух ранг. Ну, просто обалдеть. Но тогда, конечно же, такой память, в принципе, не было вообще в продаже. И, наверное, никто о ней думать не мог. То есть, мы покупали то, что было, то, что можно было и так далее. В общем, память эта хорошая, ребят, про которую я вам сейчас сказал. И Samsung, и G-Skill тоже. В общем, по поводу Samsung, если где-то нашли на Vita, если на AliExpress нашли, или где-то в каком-то магазине она всплыла, именно вот эти чипы, CB, BB, то можете брать. Так как новой памяти нету, за БУ я бы, наверное, за одну планку рассчитывал где-то тысячи на полторы, на две. То есть, комплект не дороже 4 тысяч. Если вам 16 гигабайт дороже 4 тысяч на БУ рынке, хотят впарить этой оперативной памяти. Ну, я бы, наверное, воздержался бы, добавил пару тысяч и взял бы какую-то уже другую современную оперативную память. В любом случае, память, еще раз повторяю, замечательная и к покупке я рекомендую. Так, ребята, приступаем к следующей памяти. Память эта, я бы сказал, относительно хорошая. То есть, вот все новые ревизии, которые вышли после определенного, скажем так, временного промежутка, она хорошая. И купить плохую память, если живете где-то в Москве, в Питере, практически нереально. Я сейчас говорю о Crucial Ballistics, а именно о спартах. То есть, о чипах ED, аесах. Аесы, вот эти Crucial Ballistics, спарты, они очень хорошие, но именно новые ревизии. Они гонятся от своих родных частот до 3600 и выше. Там с Intel можно брать спокойно частоту 4 с лишним, даже 4400. Некоторые, по-моему, даже больше ее разгоняли, если я не ошибаюсь. И она у них работала без каких-либо проблем. То есть, вы понимаете, память в плане разгона, она хорошая. Минус этой оперативной памяти лишь один. На рынках есть старые ревизии. Я об этом видео даже отдельно снимал. В общем, там рассказывал про это, показывал там, скажем так, определенные вещи, связанные с этой оперативной памятью, с другой памятью тоже на чипах ED. Эта память, реально, есть нескольких ревизий. Я знаю о ревизии 5. С каждой ревизии эта память становилась лучше, лучше и лучше. То есть, в общем, никаких ухудшений в плохую сторону не было мной выявлено. То есть, все, что связано с ней, оно в лучшую сторону идет. В отличие от других производителей, которые вместо того, чтобы делать так, как делает Crucial, и улучшать все свое производство, они начинают экономить на своем производстве. То есть, к примеру, я неоднократно вам говорил, вот раньше, помните, были у нас Patriot Viper 4, именно говорю про четвертую серию, про оперативную память с частотой 3000-3200. Раньше была эта такая бюджетная серия, но она была золотой серединой, то есть, вы ее брали, и она брала там частоты 3400-3533, на некоторых материнках 3600. То есть, это была бюджетная память, и в этой бюджетной памяти были хорошие чипы, кстати, от Samsung тоже. То есть, там у нас в 3000-е были чипы DDEA, а в чипах 3200-е были чипы BDEA. Но, к сожалению, наверное, где-то уже года полтора таких чипов, в общем, в Vipers 4-х, вот в этих 3000-х и 3200-е точно нет. Там чипы, в общем, сейчас полный отстой, и эту память брать нет смысла никакого. Потому что сейчас эта память даже иногда не берет свои родные частоты. Да, это происходит редко, обычно проблем с XMP-профилем не бывает в 90% случаев. Но я лично встречал память, которая реально в нормальной материнской плате. Я проверял на одну и потом в другую ставил, и видел, что чипы просто полные УГ. То есть, патриот вайперы я бы сейчас с 3000-3200 не брал. Есть патриот вайперы неплохие, я не буду говорить, что все патриот вайперы говно. Вот, к примеру, 3600 патриот вайперы, именно 3600. Более какие-то крутые планки там у них есть, но я их не проверял. Ну, по крайней мере, с частотой 3600 все нормально. Вот патриот вайперы, которые 3600, они берут заявленные вот эти 3600. И даже можно поиграться с таймингами, опустить их, субтайминги там пошарить. То есть, в принципе, никаких проблем с ней нет, память хорошая. В общем, возвращаясь к баллистикам, хочу сказать одно. Если вы хотите купить вот эти планки и хотите что-то с ними делать, то покупайте в крупном магазине. В Raggedy, в DNS, CityLink, в Computer Universe. Закажите, я не знаю, с Amazon, допустим. Не важно, не суть. Не покупайте в задрыпанных маленьких магазинах эту память. Не покупайте где-нибудь на совелках в маленьких магазинах. Где-то, если вы в области живете, в каких-то непонятных палатках и так далее. С рук я бы тоже не брал, потому что большой шанс, чтобы купить именно не ту память, которая хорошо гонится, а именно ту ревизию, которая хреново гонится. Мне там в комментариях люди писали, что, мол, вся вот эта серия баллистиков-спартов на AES, вся она одинаково гонится. Вы не правы, я вот показал уйму комментариев, уйму людей, которые столкнулись с этой проблемой. Сам говорил о том, что я сталкивался с этой проблемой именно на AES, не на какой-то память, а именно на AES, на спартах. И вот сколько можно объяснять, что я же не на одной материнской плате проверяю память. В одну вставляю вторую, третью, делаю определенные выводы. Раньше писали по поводу старых ревизий, то есть там писали, помоги разогнать. Я пытался разогнать эту память. Некоторые ребята даже компьютеры притаскивали, то есть я сидел там, ковырялся с ней и приходил к выводу, что дело не в материнке, не в том, не в другом, а именно вот в этой памяти. То есть вот моя память гналась нормально, а память, которую они мне притаскивали, вообще не гналась. Были случаи вообще, когда компьютер не включал с этой памяти. То есть, представляете? И самое интересное, это только с райзенами. Я не знаю, как вообще такое может быть. То есть с одним райзеном, со вторым не включается. Потом втыкаешь куда-нибудь это в интеловскую систему и все запускается. Вот даже вот такая хрена была. С чем это связано, как по мне, вообще не понятно. То есть вот такая хрена. Ну ладно, не суть. В общем, не пугайтесь. Я хочу лишь одно сказать. Все баллистиксы новые, которые сейчас в магазинах крупных продаются, 99,9% дают, что они все нормально их брать можно. Просто не покупайте, где попало. В общем, ребят, сейчас поговорим об оперативной памяти, которая мне очень нравится. Это реально хорошая память, качественная, которая круто гонится и она показывает очень хорошие показатели. То есть там с этой памятью у вас будет очень хорошая латентность, очень хорошие показатели в играх и так далее. Это память такая, как G-Skill 310Z, 310Z Neo, RiftJefs 5 и память, которую я не могу выговорить флером X, как-то так она называется. В общем, самый мой любимый комплект этой оперативной памяти, вот из среднебюджетных, это комплекты 3200 с 14 таймингами. Забивайте RiftJefs 5, там находите, к примеру, память 3200 с 14 таймингами и можете, в принципе, смело брать. По поводу иерархии, как все тут устроено. В общем, RiftJefs 5 из всей этой памяти, которую я перечислил, это самый бюджетный вариант. То есть RiftJefs 5 дешевле всего стоит и, в принципе, гонится. Другая память, она чуть подороже, но и гонится лучше. Флером X, она, скажем, гонится так средненько, то есть она получше, чем RiftJefs 5, но похуже, чем RiftJefs 5. То есть RiftJefs 3DZ и RiftJefs Neo она покруче и гонится еще круче. Кстати, раньше, ребята, RiftJefs 3DZ была, скажем так, не очень хорошей оперативной памятью для Ryzen. То есть Ryzen с ней работали криво, были, в общем, ошибки определенные и система не хотела работать как надо. Меньше было проблем именно с RiftJefs 5 и вот Flair X сейчас после определенных обновлений, наоборот, RiftJefs стало лучше. Память эта реально крутая, вы можете ее смело брать. В общем, RiftJefs 5 гонится спокойно, оставляя 14 тайминги до частоты 3466. Это без каких-либо издевательств над памятью, то есть достаточно такой лайтовый разгон. Flair X можно погнать до частоты 3533, оставляя 14 тайминги и не оставляя до 4 и выше. Popo 3DZ, 3DZ Neo, ребята, это вообще крутая память. Я знаю реальные случаи, когда людям попадалась вот эта память, которая могла гнаться до 3600, и они могли оставить при этом 14 тайминги и еще сжимались субтайминги. Это просто нечто, вы даже не представляете. Знаете, какие показатели там на выходе получаются у памяти? Поэтому, в принципе, эту память я вам к покупке рекомендую. Если у вас есть деньги, вы можете себе позволить что-то хорошее купить, не хотите покупать какое-то говно, то берите 3DZ Neo или обычную. Если у вас денег меньше, то смотрите вот на этой Flair X, либо Rift Jeffs 5. Также, ребята, я тут выписал наименование памяти. У Corsair есть похожая память, они используют такие же чипы, как у G-Scale. Память называется Corsair Vergence RGB PRO 3200. И тоже с 14 таймингами надо смотреть. Не какую там попало, с 16, с 17, но именно с 14. Вот там уже где-то полгода, как я слежу за этой памятью, точно чипы такие же, как у G-Scale. Но почему я не рекомендую вот эту Corsair Vergence? Хоть она с 14 таймингами, с такими же чипами. Дело в том, что она дороже на несколько тысяч. То есть, имея такие же характеристики, ребята, прям в один в один такие же характеристики, разница в цене несколько тысяч. Вопрос, нахрена переплачивать? Думаю, не стоит. В общем, если у вас совсем много денег и вы хотите реально крутую память, есть вариант взять память от G-Skill 3600 с 16 таймингами. Там есть память 3617, 18-19 таймингами. Это все порожняк. Когда вы берете память 3600, у нас там часть памяти идет на чипах BDI от Samsung. Часть там на чипах от Hynix. Не суть, как это все произносится. Английским не был никогда силен. Эта память что та, что другая. Она хорошо гонится. И там ребята ужимаются отлично субтайминги и тайминги. То есть, это 3600. Можно там поиграться с таймингами и получить тоже достаточно хорошую латентность. В плане своих характеристик эта память реально обалденная. То есть, там нужно тоже пойти в сторону уменьшения таймингов. Попробовать сделать 14 тайминги. То есть, все это дело на этой памяти встает. По поводу этой памяти у Костя на кухне было видео. Он говорил, что нет смысла покупать такую память, что это маркетинг, переплата. Я с этим категорически не соглашусь. Как по мне, эта память достаточно хорошая. И если собирать систему дорогую на райзене, я вижу смысл ее брать. В общем, ладно, ребята. Сейчас я еще один вариант вам назову. Тоже G-Skill'а, но еще круче. В общем, есть оперативная память у G-Skill'а, которая просто жесть. Просто прям вообще жесть. 3600 с 14 таймингами с завода. Вы можете представить 14 тайминги с завода. Но вот эта, да, это уже очень дорогая память. Это G-Skill'а Рояль. Она там бывает белого, еще какого-то цвета золотого. Да не суть. В общем, память. Вот этот R600, как и все другие комплекты, которые я называл, они бывают в разном исполнении. То есть, бывают планки по 8 и по 16. В общем, ребята, вот те, какие по 16, комплекты 32 гигабайта, они всегда лучше, чем по 8. По 8 это в основном у нас 1 ранг. А те, что по 16, это в основном в большей степени 2 ранг. А как вы знаете, 2 ранговая оперативная память с Ryzen дает более хорошие показатели. В общем, если вы берете эту память 3600 с 14 таймингами, так еще вот эти комплекты, которые по 16, то, ребята, у вас будет выхлоп просто обалденный. То есть, вы своей системой выжмите все, что только можно. Но дорого. Я опять же говорю, дорого. Очень дорого. То есть, не каждому такое по карману. Так, в общем, с этой памятью разобрались. Так, по поводу другой памяти, что можно еще брать такого интересного? В принципе, ребятки, вот вышла новая память от Ballistics. Она бывает в белом, в красном исполнении, в черном, там, так и называется, Red, Black. В общем, не суть. Вот именно надо брать ту, которая 3600 с 16 таймингами. В общем, она стоит где-то 8-9 тысяч за комплект сейчас в России. Это с учетом того, что доллар сейчас 80 стоит. И по своим характеристикам память реально обалденная. И с Ryzen она работает. То есть, у нас завод идет 3600 на 16 таймингах. По поводу других комплектов я их лично не тестировал. Там есть и другие всякие вариации. Советовать не буду, потому что с ними дело не имел. И не знаю, как они себя вообще в работе с Ryzen проявляют. В общем, с этой памятью разобрались. Так, что я еще могу посоветовать? Практически-то и нечего советовать. Раньше была такая память хорошая, называлась Hyper Predator. И с Ryzen она хорошо себя работала, показывала. Например, покупайте комплект. Две планки по 8 или две планки по 16 с частотой 3600. И она заводилась на 3600 без каких-либо проблем. Но сейчас произошла с ней такая же история, как с Patriot Viper 4. Которые 3200 были хорошие, а потом стали нехорошими. Вот с Predator'ами то же самое произошло. Раньше Predator'ы эти гнались нормально, разгонялись. А сейчас это полный шлак. То есть, сейчас эту память брать никакого смысла нет, ребята. Поэтому не берите. В общем, ребята, более-менее с оперативной памятью разобрались. Все ссылки на оперативную память я оставлю в описании. На Яндекс.Маркет, на Розетку, на Алиэкспресс, еще куда-нибудь покидаю. Заглядывайте, смотрите. Можете для себя, найдете какое-нибудь выгодное предложение. У меня, кстати, про оперативную память есть еще другие ролики. Если у вас есть свободное время, то можете их посмотреть. Ссылки на них я тоже оставлю в описании. Это, скажем так, видео, это не список. Все оперативные памяти для Ryzen, которые можно брать, это видео. Сейчас было именно список лучшей оперативной памяти, которая больше всего мне нравится. С которой ваша система на Ryzen покажет лучшие показатели. То есть, вот это такой, скажем так, список. Реально самый топовый, самый лучший оперативной памяти. В общем, если вам это видео понравилось, то ставьте обязательно лайки. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. Если вы хотите помочь каналу в развитии, то можете сделать куда-то репост в социальную сеть ВКонтакте, в Однокласснике, в Фейсбук и так далее. Ну что там, ребят, до новых встреч, не пропадайте. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok